Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 сентября, Православная Церковь и вся Россия празднует день 300-летия перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в схеме Алексия. Имя святого благоверного князя Александра Ярославича Невского известно всем русским людям. О его героическом пути повествуют жития, исторические труды и романы, живописные полотна и фильмы. В 2012 году он был признан олицетворением России. Его бесценный вклад в строительство российского государства, подвиги и исторические победы стяжали ему неувидаемую благодарность потомков и бессмертную славу. Великий князь Александр в каждое мгновение жизни своей стремился быть всюду первым. Ревность служения Господу и Отечеству, которую видим в душе Его, упование в любых невзгодах, равно как и среди побед на Господа, было своего рода путеводной звездой для одной из самых романтичных фигур 12-13 столетий. Никогда более в истории земли русской не повторится эта чарующая смесь отваги и мужества с милосердием и нежностью, свойственная душе великого князя Александра. Вся жизнь благоверного князя Александра Ярославича была посвящена служению своему Отечеству. Своей беспримерной храбростью и воинскими доблестями он сохранил свой северо-западный удел от постоянных притязаний на него западных католических народов. Силою меча и мудростью охранил он православную церковь и от нападений латинин, и от происков римских пап. Осторожностью и мудростью правительственной деятельностью облегчил он татарское тяжелое иго, дал возможность русским людям спокойнее его переносить. Поддержал в них веру в могущество Руси, вселил надежду на лучшие времена. Самих поработителей заставил с уважением относиться к покоренной стране и ее князю. Это великое служение благоверного князя прекрасно определил его современник-биограф следующими словами. Он много потрудился за землю русскую и за Новгород и за Псков. И за все великое княжение живот свой отдавая и за православную веру. Но и после своей кончины благоверный князь Александр Ярославич не прекратил своего великого служения русской земле. Всегда он являлся предстателем и скорым помощником в самые трудные минуты в жизни нашего Отечества. «Небесный заступник русского государства, отличавшийся при жизни своей великим милосердием, помогавший каждому обездоленному и страждущему благоверный князь Александр, и после своей кончины не переставал изливать своей милости всем нуждавшимся и молитвенно обращавшимся к нему за помощью. При раке святых его мощей болящие получали исцеление, скорбящие и озлобленные благодатное утешение и помощь». И вот в 1724 году был установлен новый праздник 30 августа по старому стилю по случаю перенесения мощей благоверного князя из Владимира в Санкт-Петербург. На берегах Невы спустя около 500 лет после кончины святого Александра императором Петром I были одержаны новые блестящие победы над старым врагом России шведами. Здесь в 1703 году было положено начало новой столицы русского государства, а в 1713 и новой русской святыне Александра Невской лавре. Император Петр I желал, чтобы из Владимира перенесены были в Санкт-Петербург мощи благоверного князя, и как только Россия почувствовала себя прочную, в новозавоеванном крае было сделано распоряжение о перенесении мощей. Император сам составил подробный указ о том, как совершить это перенесение, и сам внимательно следил за устройством новой обители и храма, где должны были быть положены святые мощи благоверного князя Александра. Торжественно проводил Владимир свою достопамятную святыню, около пяти веков составлявшую драгоценное украшение этого древнего града. 17 августа мощи благоверного князя были с еще большей торжественностью встречены в Москве, а затем церковная процессия направилась через Тверь и Новгород в Санкт-Петербург. Перенесение мощей благоверного князя Александра представляло собою общерусское торжество. Во всех городах и селениях совершались богослужения, толпы народа на всем пути сопровождали святыню. В Санкт-Петербург предполагалось внести святые мощи 30 августа в день, который праздновался недавно перед этим заключенный со шведами нештатский мир. Но дальность пути не дала возможность осуществить точно этот план, и только уже 1 октября святые мощи прибыли в Шлиссельбург. По распоряжению императора, они были поставлены в тамошней соборной церкви Благовещения, и перенесение их в Санкт-Петербург было отложено на 30 августа следующего 1724 года. Встреча святыни в Санкт-Петербурге отличалась особенной торжественностью. Император со свитую прибыл на галерия Кустью реки Ижоры, Благоговейно поставив святые мощи на галеру, государь приказал своим вельможам взяться за весла, а сам, стоя у кормы, управлял рулем. В Петербурге была устроена особая пристань, где и остановилась галера со святыми мощами. В сопровождении духовенства и народа знатнейшие вельможи несли раку святых мощей. Колокольный звон и пушечная пальба увеличивали торжественность. Мощи были поставлены в церкви, посвященной благоверному князю. На другой день в Александроневской обители продолжалось торжество. Государь раздавал присутствовавшим план предположенных в монастыре построек, и тогда же было установлено навсегда праздновать перенесение мощей 30 августа. Так исполнилось заветное желание царя. Ему не удалось закончить начертанный им план устройства новой обители. Через полгода после этого торжества Петр скончался. Но преемники Петра докончили начатое им. Его дочь, императрица Елисавета Петровна, устроила великолепную серебряную раку, в которой почивают и ныне святые мощи. Императрица Екатерина II на месте Старого собора повелела построить новый, и 30 августа 1790 года произошло освящение нового храма и перенесение в него мощей благоверного князя. И ныне благоверный князь Александр Ярославич хранит Богом даденый ему дел Отечество наше. И ныне, близок и скоропослушлив он всем, с верою призывающим, святое его имя изливает свою милость и предстательствует пред престолом Вседержителя Бога. Ему же прославляющему святые своя честь и слава во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святители Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских, преподобного Александра Свирского, Игумена, празднуется обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фонтина Чудотворца в Солуне, святителей сербских Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила II, архиепископов, Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила Раича, патриархов и Григория епископа, святителя Варлама, молдавского митрополита. Священномученика Петра Решетникова Пресвитера, преподобномученика Аполлинария Масалетинова Иеромонаха, священномученика Павла Малиновского Пресвитера, преподобномученицы Елисаветы Ярыгиной Монахине и мученика Феодора Иванова, преподобномученика Игнатия Лебедева Схи Архимандрита, исповедника Петра Чельцова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаименитства, а также с всенародным празднованием в честь святаго благоверного великого князя Александра Невского. Его же молитвами «Господи, сохрани святую Русь на многое и благая лето!» Субтитры создавал DimaTorzok